Учебный день в православной школе начинается с колокольного звона. Сначала дети отправляются на молебен, а уже потом за парты. На первый взгляд уроки здесь ничем не отличаются от занятий в обычной среднеобразовательной школе. Помимо привычных математики и истории биологии, закон Божий, церковно-славянский язык и основы православной веры. София Александрова учится в первом классе. Говорит, что в школу ходят с удовольствием. Мне в этой школе очень нравится учиться, потому что я тут встретила многих своих друзей. Тут мало человек, не то, что еще в других школах. Русская православная школа в Краснодаре существует уже более 20 лет. Сегодня в ней обучается около 150 человек. Образовательное учреждение приехал осмотреть глава региона. Вениамин Кондратьев вместе с попечителем школы, протеереем Александром Игнатовым, зашли в учебные классы, пообщались с учениками и педагогами. Губернатор сразу отмечает атмосферу, которая сложилась в стенах учебного заведения. Воспитательная работа здесь направлена так, что каждому ребенку предусмотрен индивидуальный подход. Мы со всеми детьми на равном. Ходим все и газдаем, и всегда контролируем. Здесь подход к гармоничному воспитанию молодого поколения. С точки зрения многих факторов, которые влияют на его успешность, а самое главное на его нравственность, на его духовность. Потому что без духовного нравственного стержня сложно получить гармоничное общество. И вот это, я бы сказал, что вот что я здесь вижу у батюшки, это такой новый кардинальный подход к воспитанию, формированию личности. В школе запрещено пользоваться сотовыми телефонами, но такое ограничение вовсе не пугает учеников. Больше времени появляется на общении с одноклассниками, да и на территории храма есть чем заняться. После уроков воспитанники расходятся по кружкам. Одно из важных направлений в православной школе – военно-патриотическое. Детей научат и верховой езде, и стрельбе из лука. Что осваиваете в данный момент? Стрельбу из луков, винтовок. Что можете продемонстрировать? Стрельбу из лука. Пожалуйста. Матвей стреляет, это первое его занятие сегодня, ознакомительное. Православные традиции школьники познают не только на уроках. В этнографическом казачьем хутере для детей открыта целая экспозиция с фотографиями и историческими справками. И если первая часть выставки посвящена в целом христианству, то во второй части проекта можно увидеть редкие фотографии разрушенных храмов Екатеринодара и узнать о новомучениках и исповедниках Кубани. Мы сегодня находимся, я бы сказал, в полноценном образовательном комплексе абсолютно духовного нашего православного христианского воспитания. И это сегодня важно и необходимо. Вот таким образом не просто привели детей в храм, не просто рассказали им, и успел, не успел, все, следующая тема. Вот здесь глубокий, глубинный, я бы сказал, подход к осмыслению корней. Многие родители признают, отдавая ребенка в школу при храме, вместе с знаниями он получает и правильное воспитание. Больше 90% четвероклассников кубанских школ, а это около 65 тысяч детей, в минувшем учебном году выбрали курс «Основы православной культуры». Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!